друзья гости подписчики всем привет украина 13 березня вот так у пчелок начинается утро с тепленькой водички вы знаете я уже думаю что прошел с размером и надо было сделать чуть больше без каждой в нем человек все больше и больше все друзья теплая поилка в сумму башу обогреватель аквариумный помонтированный вода 25 градусов 25 27 подогревается включается выключается сам пчела охотно бороться воды теплых два дня у нас не было погоды был дождь пчела не летала практически там пару пчелок вылетала а сегодня обещают хорошую погоду уже солнышко на солнце наверно я не знаю градусов 14 15 так уже тепло ветра неман сегодня друзья хочу показать вам племенную семью матка итальянка покупна в том году покупал пчела желтенько так сказать золотая пчела зиму я в шестирамочнику забегая наперед скажу вам сразу что чтобы не было критики лыжней я по осени делал прививку и так и оставил им на зиму рамочку она медовая рамка была полностью они и завели медом сотом не кота в общем давайте глянем на тю матку поднимся на расплод шо до чего я где лавцы пчелок я порезимовал и шоуных по кормам тоже лепешку им подлаживал но гнездо не разбирал не знаю в чем сезон еще ни разу не разбирал гнездо сейчас хочу глянуть ты вам показать поехали взял с собой дымарёк но и практика показываешь у все медок силы полностью даже начали гляньте васть воск беленький воск впечатление что уже выделение воска у пчел пришло так друзья давайте ближе вам покажу чем чего вот так она зимовала пчела абсолютно спокойно сейчас гляну друзья на всю семью як она прозимовала шумные по расплоду так а а а а а а а Тураденько вытащить. Пришла. Ну и все, друзья, вся рамка, за которую я вам и рассказывал, она была полностью, полностью была полномедна. Сейчас у себя проработанный блэстит нектарчик. Убирать ее пока не буду. То есть, вот такая рамочка. С той стороны медок уже подтаскали. Аккуратненько отставили. Так, друзья, вся рамка уже легкая. На этой рамке расплода немае. Тут наляпали трошки медку. Но тю рамку, по большому счету, надо бы заменить, конечно, на хорошую. Ладно, беремся дальше. Ну и все, друзья, расплод наш уже пришел. Печатный. Это первая рамочка. Ну, на уголочках еще есть медок. Но маловато. Надо, наверное, им дать медовую рамку, либо же подкормить. Вторая рамка с расплодом. Сейчас мамку пошукаем. Усе наша маточка. Холодная, бачте. Под номером 37. Мамулька. Расплод на двух рамках. Ну, медок, усе блэстит переработанный. Ну, меда, друзья, конечно, маловато. Ну, и крайне щеклянная рамочка. Мереза тоже. Меда маловато, конечно. Надо добавить. Сейчас рамку с медом. Васьте, пчелка танцует. Нашла пыльцу, показывая расстояние, направление. И сейчас будут пчелки лететь. Друзья, ну, такое состояние. На двух рамочках расплод, в принципе, немного. Маловато, конечно, медковных. Сейчас мы эту ситуацию исправим. Добавим им меда. Так, друзья, какие мои дальнейшие действия? Сейчас буду сокращать гнездо, добавлять пчела меда. Значит, у тебя рамка легенькая. Хоть и есть переработанный медок на этой рамке, но будем забирать ее. Она пуста, светлая рамка. Пока мы эту рамку забираем у пчел. Ну, с этой стороны тоже они выявляются. Все, друзья, стряхаем чучелом. Будем ужимать гнездо. Хотя медок блестит. Переработанный. Рамку тоже забираем, друзья. Заберу я и эту рамку. Она не сильно мне нравится. Рамку тоже забираем. Сейчас мы ее оставляем. Так, что мы делаем с этой рамкой? А эту рамку мы, друзья, сейчас поставим за заставную доску. Пчелки отсюда медок весь перенесут. Мы ей ставим крайней. Чего вам же доем? Вот такую с запасом медовую рамку. Мед тут, друзья, жиденький. Значит, мед жиденький. Подпираем раствор цей рамкой крайней. Цю выносим за заставную. Сейчас, наверное, подопрем заставной доской. Вот так. И ставим аккуратненько за заставную. Ну что, друзья, вот такая ситуация в племенной семье. Две на двух рамках расплод. Маточка жива-здорова. Кормов мало. Кормов мы добавили. Дали полномедную рамку. Одну за заставную вынесли с медом. Они перетащили в гнездочке. И наверх кинуем медом. Хай на всякий случай лежать. Мало ли еще, якобы да погода. Може возврат не холода все будет. Хай уже с медом съедать. Все, друзья, всем пока.